Время субботника персоналу детского сада посоветовали чаще закусывать на работе. Плоды благоустройства в Центральном должны укрепить здоровье воспитателей. Воды хорошо, умнее. Нет, сначала мы подзадим, а потом мы будем поливать. Пока еще совсем голые саженцы спустя время не только озеленят двор детского садика на Таврической, но и подарят полезные угощения своим хозяевам. Ролью молодых растений одним из первых озаботился глава администрации Центрального района. Пока рыл землю под будущие побеги калины. Дети-то нормально, с калиной не наедятся. Снижают давление. Ну это, те самые, воспитатели уже будут. Когда дети, если будут шалить, все будут к кустам ходить, подъедать калину, и все будет нормально. Во время этого субботника Андрей Хлутков выступал не только в качестве рабочей силы, но и в статусе контролирующего. Именно сюда, в детсад номер 116 с разных точек района, в режиме онлайн стекалась информация о ходе уборки улиц. Связь поддерживали по скайпу, как для решения проблем, так и для более позитивных моментов. Андрей Дорогомирович, у нас в Москве прошел конкурс экологического плаката. Акция называлась «Сдай батарейку, спаси Ёжика». У меня трое детишек рядом с вами на объекте. Посьба, вручите им подарки от нас. Среди онлайн-респондентов муниципальное образование Литейный округ и Смольнинская, Таврический и Некрасовский сад, а также Павловская гимназия. Первые итоги субботника начали вырисовываться уже с первых минут. Уборка дворов, уборка подъездов, моем окна. Где-то, значит, вот вы видите, на детских площадках тоже идет уборка детского игрового инвентаря. У нас беда – это граффити, да, значит, к сожалению, центра. И вот я надеюсь, сегодня мы тоже подправим кое-где ситуацию. Во всяком случае, так сказать, фронт работы тоже определен. Клининговых ополченцев набралось больше 14 тысяч. Работники ЖКХ, жители района, школьники и студенты. Единственное, что пошло не по плану – покрасочные работы. Чиновники намеревались закрасить большинство граффити в районе. Но от этих намерений пришлось отказаться из-за дождя. Мазню на стенах придется устранять позже, когда распогодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова